всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня значит вы убираете позиции пока я говорю прежде чем начнем расклад что я хочу сказать во первых я сделала на главной странице своего канала дополнительную кнопку для моих услуг что вам для этого нужно сделать то есть у меня есть ссылка на мои услуги кому интересно под любым моим видеороликом это один момент и 2 если вы переходите на главную страницу моего канала как перейти под каждым видео с левой стороны так как вы видите из на вас здесь лево либо здесь есть моя фотография нажимаете на нее вы попадаете на главную страницу моего канала на главной странице есть шапка то есть большая такая картинка где написано мои имя и фамилия и в нижнем вот на этой картинке в нижнем правом углу то есть вот где то если у вас здесь право здесь если у кого-то здесь право здесь есть значки эти значки они как раз таки идут на все мои соцсети и там где вы меня можете найти и в том числе на мои услуги если я не ошибаюсь там 33 или 4 значка первый такой голубенький это как раз таки значок топлинка вы на него нажимаете попадаете сразу на мои услуги вот это можете все прочитать по поводу моих курсов моих услуг ценники и так далее также там есть значок инстаграма телеграма где вы можете со мной подписываться вот мнение телеграм-канала я его закрыла но есть телеграм для сообщений и что еще и мой второй канал вот вот про это хотела сказать кому будет интересно можете попробовать а вот а если не хотите никуда нажимать ничего никуда переходить сразу под видео есть та же ссылка мои услуги вот нажимаете там есть все мои контакты там есть почта кому интересно написать вот и это один момент и второй момент который я хотела сказать это о том что я начала делать обзоры своих колод кто не смотрел воскресенье опять-таки на главной странице есть у меня плейлисты кнопка плейлисты нажимаете там выходят разные плейлисты с разными названиями и тематиками и нажимая на соответствующий плейлист вы найдете ролики с данной темы этот плейлист называется обзор мои колод очень много коллег на ю тубе которые делают обзоры колод есть канала который занимается исключительно обзорами колод моя задача была не то чтобы показать карты а задача лишь просто показать что у меня есть как рабочие инструменты я не являюсь коллекционером таро таро али скорее всего для меня таро это инструменты и у меня по моему около 20 колод всего лишь я не занимаюсь накопительством для меня вот исключительно таро это инструмент для работы и я выбираю по определенному принципу колоды с которыми я могу работать и вот моя задача как раз таки в обзорах не то чтобы заинтересовать какими-то там я не знаю деталями колод вот а просто чтобы вы не знали потому что я всегда при работе озвучиваю если кто не знаком вот так на переходите туда смотрите окей понимаете какие картинки вот за может быть понравится может быть нет вот в общем я решила делать такое кому интересно смотрите буду показывать колоду и если посчитаю нужным на определенных колодок может быть буду давать более такие глубокие понятия опять-таки все будет зависеть от моего настроения вот про это хотела сказать сегодня мы с вами будем работать опять-таки я приготовила четыре колоды вот не знаю почему 4 но вот мне так захотелось это значит колода николеты чиколи таро сумасшедшего дома таро неба и земли и классика райдера уэйта чем больше работаю устарой тем больше понимаю что вот классика это знаете основа основ что неважно какие колоды будут выходить но вот классики всегда больше возвращаться потому что для меня в ней есть такой знаете особый базис вот знаний сегодня ну теперь мы значит приступаем непосредственно к раскладу выбираете для себя позиции камешки есть и вот если будут какие-то вопросы можете писать мне в комментариях предлагает тоже свои темы если я посчитаю нужным что они созвучны мне и они интересны и конечно же сделаю обязательно сегодня тема нашего расклада будет верите ли вы в себя и знаете ли вы свою настоящую ценность этот расклад очень важен с моей точки зрения в плане самоопознания не многие из нас не понимают не осознают свои ценности вот это один момент и вопросы самооценки особенно у женщин он заниженный мужчин он завышенный завышенный самооценка у многих и вот а у женщин в основном она заниженная и вот именно понимание себя в контексте ценности насколько мы это осознаем насколько мы это понимаем напрямую имеет отношение к тому как мы живем то есть если у нас наша жизнь что-то не удовлетворяет не устраивает то по сути это имеет напрямую отношение к тому насколько мы осознаем свою ценность и насколько мы начинаем есть на уважать и любить самого себя вот оттуда мы начинаем плясать и вся наша жизнь выстраивается то есть то что вот мы говорим внешний мир является отражение внутренним я бы сказала эту фразу я недавно почитал немножко в интерпретации внешний мир это отражение того чем мы наполнены внутри вот то чем и наполнены то мы соответственно и имеем вот поэтому этот рассказ моей точки зрения он такой важный вот но время это было вам достаточно для того чтобы вы выбрали определились с позициями а мы приступаем позиция номер один голубенький камешек сначала я посмотрю вас а потом посмотрю вашу ценность и насколько вы верите в себя что вы за человек вас смотрю дьявол верховная жрица прям крутая лично ну с одной стороны по дьяволу знаете достаточно харизматичный человек люди с очень мощной энергетикой что по верховной жрице что по дьяволу да кроме того что это выпало два великих аркана сразу могу сказать что вы человек харизматичный и это харизма ваша она выражается через вашу энергию здесь не про внешность а здесь больше про внутренние составляющие и сразу непосредственно до в тему нашего расклада не знаю насколько у вас хорошо самооценкой вы это осознаете но вот если вы действительно понимаете свою ценность здесь та категория людей которым подвластно хочется сказать абсолютно все то есть вы можете создать своей жизни как знаете вот как некий такой потенциал энергетический абсолютно все на энергии дьявола выстраивается это очень мощная сильная энергия выстраивается абсолютно все если вы умеете управлять этой энергией то по сути вы как говорится должны жить просто и наслаждаться и получать удовольствие от жизни и тем более управляя очень хорошо материей и в купе с верховной жрицей здесь прямо такая знаете хорошая сбалансированная энергия и духовное и материальное духовное то что дает нам понимание осознание себя своей души и развитие в этом плане а материя как раз таки она подвластно дьяволу человек который в ладах со своим теневым аспектом по дьяволу да это тот человек который реально может достичь больших высот не в плане того чтобы быть богатым а в плане именно реализации того что он хочет да вот здесь прям такая очень мощный это как потенциал если мы говорим о личности то здесь я могу сказать что человек по своей натуре независимо от того какого пола достаточно знаете такой рискованный и немножко авантюрный да то есть человек который может быть страстным и если опять-таки все зависит от разного этапа до созревания души психологического созревания то есть если человек не работает над собой то здесь можно сказать что человек может прям влепать всевозможные авантюры человек такой знаете достаточно рискованный ему интересно все попробовать любознательный опять-таки эту любознательность мы можем направить верховную жрицу да то есть познание духовного это принесет вам блага и определенный рост в плане осознания и понимания жизни и это может быть на начальном этапе когда человек еще не не имеет понятия и его душа нуждается исключительно в познании материального мира да здесь человек будет там не знаю и уходить свои какие-то зависимости искажения материального плана да то есть и в том числе и в материи как таковой то есть это могут быть всевозможные игры ставки человек который будет все время брать себя на слабо человек который любит знаете как как этот споры до всевозможные споры но не в плане того чтобы конфликтовать а в плане того что а давай поспорим с тобой сможешь ты это сделать или нет то есть вот такого рода вызовы вот все опять-таки зависит от уровня что еще можно сказать по аркану дьявола человек такой знаете достаточно страстные здесь опять-таки как и во всем может присутствовать дуальность одна дуальность говорит о том что человеку очень нравится сексуальные игры до проявления себя по-разному попробовать что-то что-то узнать раскрыться то есть человек может быть раскрепощенным в сексуальном плане это одна крайность вплоть до разврата может быть такое а другая крайность это наоборот когда человек исключительно не знает не понимает себя сдерживает здесь может быть аскетизм и полное отсутствие секса дата здесь вот такие две крайности но по сути неважно какими качествами вы обладаете здесь очень огромный потенциал как потенциал на проживание в материальном мире да то есть и достижение чего-либо то есть я не знаю сколотить себе какое-то такое знаете состояние и беззаботную как говорится старость когда живешь и наслаждаешься такое тоже может быть вплоть до проявления себя знаете чисто в аскетизм да когда я ушел как говорится в монахи мне ничего не нужно от этого материального мира до полный отказ от материального мира и я ухожу в духовность по верховной жрицы что ну то есть про дьявола здесь можно говорить очень много здесь опять-таки вот это вот вся гамма и категории которые вы себя я вам рассказала крайности но бессловно есть золотая середина конечно же она присутствует и разные оттенки что касается верховной жрицы здесь человек достаточно эмпатичный но он скрытый он закрытый здесь человек который опять-таки знаете вот вот это вот крайности прям с одной стороны я себя знаю хорошо с другой стороны я ничего не знаю о себе с одной стороны я готов проявляться что-то создавать творить делать материальном мире а с другой стороны я интровертный закрытый мне в принципе ничего не нужно и я больше акцент делаю на минимализм человек понимающий в психологии разбирающие у вас может быть природная психология то есть ну как говорится от от рождения до человека интуитивно понимает других людей очень ярко выраженная интуиция эмпатичность либо здесь действительно по профессии люди которые уходят в самопознание и вот я не знаю может быть там религия да либо всевозможного рода занятия new age здесь много чего может быть это и другое вот прям очень ярко выражена верховная жрица согласно древу жизни это путь который проходит от теперь от от центра да если мы смотрим в контексте фигуры человека до от его центра то есть солнечного сплетения кетерка к творцу непосредственно и на этом пути а верховная жрица проходит по древу жизни ты сферу дат невидимая сфера дат которая означает знание переводится так вот верховная жрица это тот путь когда причем эта сфера дата она находится на самом дне бездны и не все кто проходит ее могут скорее всего пройти большей степени они как раз таки могут скатиться на древо смерти да на теневой аспект на демонический то есть на пути к познанию к свету мы можем скатиться если мы не пройдем если наши намерения нечистые если у нас нету связи с творцом можем упасть на самое дно бездны да то есть скатиться как раз таки вот именно вот в это дьявольское проявление и желание познать до желание стать мудрее причем с одной стороны знания это является свет а с другой стороны знания либо отсутствие знания отсутствие света она приводит к невырежеству к как раз таки к дьяволу поэтому вот здесь характер ваш он будет и качество они будут направлены на то чтобы познавать на с одной стороны я хочу познать себя я хочу познать этот мир а с другой стороны вы как раз таки будете сталкиваться всевозможными вот этими вот искушениями да и выражением что дьявол скрывается в мелочах вы из-за этих мелочей в своей жизни можете очень сильно пострадать то есть что это значит где-то не обратил на какой-то пункт в договоре подписал и потом значит пришлось выплачивать либо расплачиваться всю свою жизнь за эту какую-то ошибку либо ошибки молодости где-то что-то там я не знаю по залету как говорится до забеременела и вот вынуждена была создать семью и вот всю жизнь как-то расплачиваюсь либо вот здесь какие-то такие моменты и с одной стороны может казаться что вот как это как будто бы какое-то наказание с другой стороны по верховной жрицы это вот как раз и непосредственно все что связано с знаниями вы тот человек который неважно на каком этапе вы всегда будете стремиться к познанию у вас внутри это будет внутренние вот такой знаете зов который будет говорить о том что вот есть что-то что вас будет всегда манить это то что будет всегда запретное неважно это в теневом аспекте либо свет здесь такое ощущение что вы как будто бы ваше воплощение она направлена на то чтобы определиться в каком направлении вы будете двигаться вы будете спускаться еще глубже в материю либо вы будете подниматься наверх к свету можно здесь мне кажется я могу бесконечно говорить потому что вот энергетика арканов она такая вот очень мощная ладно смотрим смотрим вас да насколько вы знаете посмотрю на колоде таро сумасшедшего дома наверно эту колоду я сделаю ближайшее время обзор смотрим насколько вы осознаете нет я сначала посмотрю в чем вы видите свою ценность в чем вы видите сами для себя свою ценность тушьми эту туз мечей вот ваша ценность она как раз и в знаниях она скрывается в информации в умение получать эту информацию и в умение разбираться да как то вот возможно систематизировать ощущение того что вы как будто бы умеете подключаться к источнику да вот как к одному большому такому компьютеру либо хроника макаши и считывать оттуда информацию вот ваша ценность как раз таки в информации любого рода любого плана то есть это может быть как профессиональная ваша сфера до непосредственно связано сайте и был этом разбираетесь но вот здесь именно в этой колоде присутствует некая какая-то такая знаете драматизация да то есть вы из-за этой информации с которой вы соединяетесь вы можете страдать иногда здесь у нас проигрывается как а русские дьявол в силу того что иногда включаетесь как-то вот знаете иллюзорно да ну вот здесь проигрывается некий такой драматизм то есть если бы вы относились к информации сухо нейтрально не включая эмоции то так было бы лучше когда вы начинаете эмоционировать вы начинаете информацию искажать вот здесь как-то так насколько вопрос был дан насколько вы осознаете в чем ваша ценность вот ваша ценность как раз таки в правдивости в прямолинейности в некой даже холодности в умение вскрывать то что должно измениться ваша ценность в слове в силе слова в умении использовать слово здесь также может быть ваша ценность в написании текстов в использовании знаете здесь кто-то каким-то образом имеет отношение к скороговоркам скороговоркам пословицами как будто бы то ли вы прорабатываете как то ораторское мастерство но здесь все что связано со словом либо вы через слово здесь может быть как-то знаете вот заговоры можете писать либо можете писать стихи в котором есть очень используйте так очень тонко слова игра слов вот здесь сила в слове и это не и не только в слове но и в мысли здесь очень важно на это обращать внимание какие высли мысли вам приходит вы когда наедине сами собой по им верховные жрицы у вас приходят такие достаточно мудрые и мудрые информация мысли мудрые вы притягиваете к себе что я еще говорила я говорила про актерство вот здесь вот как то вот вот это вот игра да как актер что я не знаю игра игра имеет огромное значение для вас то есть если вы играючи будете подходить к вербальной своей системе то как вы доносите информацию здесь вы можете добиться много чего очень искусно здесь либо вам нужно научиться либо вы это ваш потенциал ваша ценность вы умеете красиво говорить вы умеете красиво доносить информацию в этом есть ваш потенциал еще раз говорю либо вам нужно этому уметь на если вы это не умеете научиться либо вы умеете но вы это не осознаете здесь ваше влияние идет через слово здесь знаете здесь может быть такие моменты когда вы болеете может быть вспоминать и в детстве у вас это было как-то не непроизвольно вы когда болели здесь вы звуком можете сами себя излечить то есть вот это могут быть какие-то монотонные фразы которые вы сами себе говорите либо знаете вот когда очень сильно эмоционируете переживаете плачете вы знаете вот это вот раскачивание как-то как у детей при аутизме да вот это вот монотонное такое раскачивание и какая какие-то всклипы и звуки вот они как-то вас успокаивают почему я говорю это про лечение потому что особенно если есть какие-то боли вот это вот состояние такое знаете немножечко задурманенной им от монотонности это очень напоминает как мандалу делаешь да и вот либо шамана используют вот эти вот звуки там что-то такое вот это вот сотрясение звука при помощи горловых ваших связок она может исцелять то есть вот здесь вот такое тоже может быть либо вообще ваш голос он может достаточно благостно влиять на других людей только очень громко не говорите потому что здесь иногда может быть ваш голос когда вы громко говорить он как писк такой он может раздражать вот прям очень высокие такие вибрации так это вот в чем ваша ценность да как 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 вы ее видите а в чем ваша ценность на самом деле помимо слова вообще в чем ваша ценность как личности в чем ваша ценность королева пендаклей ваша ценность заключается в том что вы можете дарить заботу вы можете дарить любовь ваша ценность преданности верности создание комфорта уюта в именно обеспечение вот смотрите если вы выберете путь именно дьявола по аркану дьявола в контексте материи дата изучение материи изучение именно духа вот душа это вот здесь вот императрии верховная жрица а дух это материя это как раз таки дьявол вот если вы выберете путь скорее всего не то что вы выберете а ваша ценность здесь для людей она как раз таки в плане земном она в плане дьявола она в плане материи она в плане духа вы же видите больше себя в контексте верховной жрицы в контексте души но когда вы выбираете этот путь вот ваша ценность она как потужу мечей она очень достаточно болезненная да то есть вы можете вскрывать какие-то ситуации в люди говорите им правду и это будет очень болезненно и у вас редко когда за правду любит а то есть вам это будет приносить больше неудобств а вот люди видят вас вот эту вот по духу по материи видит королева пендакли человека такого достаточно теплого да очень открытого заботливого человека который знаете создает такую атмосферу дома когда хочется вот хочется возвращаться туда до хочется вот быть с этим человеком какая-то вот надежность безопасность спокойствие вы располагаете людей к тому чтобы вот в дальнейшем вам как раз таки открыться и если это вот вы используете в профессиональной сфере то это вообще супер потому что люди вам начинают доверять как профессионалы вы сможете вскрывать в них вот именно потузу мечей вот эти болезненные моменты для того чтобы они прорабатывали то есть как бы они на вас не злили за вашу боль не вашу польза ту боль который вы им причиняете до слова они всегда будут к вам приходить то есть вы будете тот мастер в профессиональной сфере до которым хочется сказать что блин вот мне от работы с ним очень больно но зараза какой он полезный да то есть потом моя жизнь становится лучше пока работаю да вот именно в процессе вы можете допустим если это психолог да вы приходите на сеанс там плачете но после этого приходит облегчение вот здесь такое ваша преданность ваше огромное сердце умение исцелять вы очень терпеливый человек вы надежный человек про вас можно сказать что вы тот человек с которым можно пойти в разведку с вами возможно знаете не совсем вот если выстраивать любовные взаимоотношения не совсем такие знаете страстные где прям вот присущей любовь да вот вы как-то может быть воодушевлять нет здесь не про это вы тот человек то знаете надежный тыл куда взаимоотношениях знаете вот мужчина может возвращаться и здесь не прох не только про хозяйственность а здесь вот именно про это состояние что меня понимает вот вот это вот человек меня понимает вы скорее всего для мужчин больше друг нежели та женщина которая есть вот эти вот знаете который может быть хорошей любовницы опять-таки я не говорю то есть мы не ставлю никому ярлыки а вот именно скорее про архетипы я говорю да то есть есть такие женщины вот как говорится смотришь и вот прям с юни текуты боже как насколько она красиво равно сколько ты ощущаешь что вот в ней есть вот эта женская энергия и она параллельно вызывает желание как сексуальный объект у вас не то что у вас этого нету у вас другая энергия у вас другое качество энергии у вас энергия такой знаете вот когда страшно прийти как говорится вот укутаться ваших объятиях и забыться все и утром просыпаешься и как будто бы ничего не было на здесь вот про другие качества опять-таки даже если вы мужчина вот ваша ценность будет заключаться в том что вот с вами как за каменной стеной здесь не не то что вы можете обеспечивать финансово а здесь вот это вот энергия того что такая знаете земная земная которая всеобъемлющая понимающая которая убережет которое поддержит которое даст в нужный момент как-то и не знаю найдет необходимые слова там элементарно если опять-таки вы мужчина вспоминаете к вам когда есть какие-то проблемы да ну женщины к вам тянутся однозначно а вот если мужчины ваши друзья не к вам будут приходить только тогда когда у них например какие-то там трудности сложности да и вот когда давай выпьем да вот это вот а то есть пить также как и спать ты не можешь с кем попало да то есть и обращайте внимание мы не можем спать в неудобных нам местах если мы ощущаем какую-то опасность да как правило мы остаемся даже если вот например его я не знаю в гостях у кого-то остаетесь спать если пространство такое безопасное и вам комфортно и уютно вы прекрасно будете спать как младенец если пространство где вы как-то вот чисто подсознательно ощущаете что не здесь не безопасно вы будете крутиться вертеться вы не сможете уснуть вот вы как раз китай человек которым вот можно окунуться да вот плюс ко всему то человек который умеет соединять прошлое и будущее человек который умеет выстраивать мосты и умеет соединять объединяет людей вот в этом ваша ценность так сегодня такой поток благостным можно знаете вот я прям могу говорить бесконечно может быть это ваша позиция такая насколько вы верите в себя давайте посмотрим насколько вы верите в себя да боже вы периодически себя критикуете вы периодически себя обесцениваете вы периодически конфликтуете с собой вам не нравится ваше желание вот это вот знаете быть лучше и выше и сильнее бесконечные вот эти вот требования а пятерка мечей конфликтность самобичевания не не удовлетворение собой может быть вот это вот внутреннее ощущение вашего потенциала где я рассказывала вашем характере ну как раз ки вам и дает узнать в плане того что вы хотели бы использовать этот потенциал на по полной но возможно не получается и вот это вот знаете беспокойство внутреннее несостыковку вашего внутреннего восприятия себя и внешней реальности вот она приводит как раз таки конфликту да по пятерки мечей мне знаете энергия того что я злюсь у меня не получается я хотел бы что-то больше и я знаю что я могу но реальность не дает мне этих возможностей вот вы бесконечно залитесь на себя вы бесконечно обижаетесь на себя здесь не на других здесь все что вы делаете вот это вот самообичевание саморазрушение там члена вредительства если это какое-то вот психологическое отклонение все-таки колода таро сумасшедшего дома когда вы можете себя и физически наказывать как это выглядит когда вы например там я не знаю что-то сказали о себе потом схватились за кастрюлю и обожглись либо как-то вот я не знаю там вилкой что-то едите да вот как-то негативно себе подумали губу прикусили язык прикусили да это тоже своего рода члена вредительства давайте так я я так называю это к этому не относится но все-таки здесь патология да я говорю как это может выражаться вот это вот собственное недовольство собой постоянно куда-то прошел как-то ударил упал не очень хорошо вот головой ударился что-то не заметил вот вот здесь вот такие моменты этого краски выражения наказание самого себя не удовлетворения самим собой почему вы в себя не верите вот еще одна пятерка пятерка жезлов знаете здесь такое ощущение вот вы как будто бы не можете найти по верховной жрицы внутреннего удовлетворения вы скатываете скорее всего по дьяволу большей степени в материю и вы как-то вот не можете уравновесить себя пятерка жезлов говорит о том что знаете вот такое чувство что материя вам говорит иди достигай ставь цели и пробой внутри то у вас верховный жриц вот это вот спокойствие баланс когда мне не надо ничего достигать ко мне приходит абсолютно все что мне необходимо а если не пришло значит оно мне не нужно и вот это вот знаете конфликтность пятерки они всегда конфликтные это всегда 2 уроки так как по древу жизни они находятся в гибуре гибуре соответствует планета марс на это всегда скорость это всегда такая достаточно разрушительная энергия для того чтобы мы пришли к балансу я склоняюсь к тому что вы в некой степени человек такой достаточно пассивный при огромном энергетическом потенциале то есть вам комфортнее больше находиться в спокойствии в некой степени лениться если так это можно сказать со стороны вот а в голове у вас очень много планов но для этих планов надо всегда реализация надо действие надо очень много действий совершать и вот это вот несостыковка того что я хочу быть в балансе спокойствия а я вынужден постоянно что-то делать что-то достигать к чему-то идти какие-то цели ставить ну потому что так устроен устроена материя вот и вот это вот конфликты ваши внутренние по пятерки жезлов говорящий о том что вот я как будто бы никак не могу вы собой не можете договориться здесь нету каких-то внешних факторов здесь нет проблем с внешним миром здесь ваши проблемы они непосредственно самим собой вроде бы я это хочу я это хочу я могу и это и это и что выбрать и как определиться да и вот марс говорит о движении давай быстрее то что ты хочешь ты хочешь уже вчера вот и причем то что вы здесь смотрите с одной стороны вы ставите себе очень высокие до обидцы и цели которым есть определенный путь время нужно на то чтобы это все достичь чтобы это все получить и у вас не получится сразу и это логично но ваше желание дата иметь это иметь уже вчера и вот это вот конфликты во времени да то есть то что я хочу я могу это получить и но не сразу к этому нужно идти а вы все время себя подгоняете вот вы начинаете что-то совершать у вас это не получается сразу ну логично потому что цель высокая вы начинаете разочаровываться вы начинаете себя наказывать у вас опускаются руки вы бросаете не достигаете и вот это вот убеждение вот я же сам себе говорил что нет я не способен так вы способны вы просто не даете себе время для того чтобы дойти до конца вы не доходите до конца здесь периодически и вы как-то сами себя подхлыстываете вы впадаете вот в дьявола не верховную жрицу вот это вот знаете лень невозможность не получается и я не такой не не настолько хорош как-то сами себя обесцениваете вот в чем фишка не вода если бы вы меньше как я уже говорила да вот по тузу мечей меньше бы драматизировали меньше бы эмоции включали а просто по спокойно с холодной головой шли бы к своей цели вы бы намного быстрее пришли но вот этот вот марсианская энергия да здесь этих пятерок она не дает вам спокойно холоднокровно она краски вот будоражит вашу кровь до дорожит хочу хочу вот это вот хочу иногда с одной стороны в хочу она хорошая потому что она вас мотивирует и стимулирует на дальнейшее движение а с другой стороны ваше хочу она настолько скоростное что она не успевает просто материализоваться вот и это является причиной того что ну вам не хватает терпения вы не приходите к тому что вы хотите и поэтому вы себя бесконечно обесцениваете человек с таким огромным потенциалом я не знаю вот чтобы вы понимали о чем я говорю вот масштабность да допустим там не знаю потенциал быть президентом страны причем не без украс да то есть вы если это была бы у вас какая-то цель такая стать целенаправленная вы могли к этому прийти здесь нету здесь единственные рамки это вы сами а вы работаете дворником чувствуете да разницу на что вы способны и что вы имеете и вот это это причина кроется исключительно вас в том что вы на полпути начинаете с трудностями когда вы сталкиваетесь начинаете сами себя гнобить и впадаете в эмоцию почему вы это делаете потому что выпадает рыцарь кубков потому что вы слишком чувствительны и ранимы вам вот смотрите люди вас видят ту поддержку по королеве педакли да где я говорила вот ваша ценность но это ценность для других для себя вы это не делаете вам самим нужен такой человек вот как вы являетесь вам самим нужен такой человек который бы вас поддерживал который бы вас вдохновлял который бы вас периодически направлял не потому что вы не можете сами а потому что вы для себя это не можете для других вы это можете а для себя вы это не можете по рыцарю кубков и человек который знаете с одной стороны обожает жизнь а с другой стороны будет периодически иметь наклонности какие-то знаете вот ну к суициду насколько это сочетается вот у вас это сочетается вот это вот ранимость это чувствительность эмпатичность хотелось бы сказать что вот эмоции они вам будут мешать по жизни они не будут вам идти во благо с другой стороны если бы ваша жизнь была без этих эмоций тоже было бы не сладко вот здесь вот ощущение того что вам нужно научиться справляться со своими эмоциями это вот как рекомендация так на этом все потому что я могу сегодня могу много и долго говорить и вот такой психологический анализ хорош получился мне понравилось так позиция номер два двоечки смотрим вас начальными посмотрим что вы за человек а потом мы смотрим все остальные вопросы что вы за человек четверка кубков и рыцарь мечей знаете если одним словом так знаете человека который не хочется у меня такая знаете этот ассоциации идет наполеона в сумасшедшем доме да то есть тот человек который и в своих воображениях там представляет что он наполеон но при этом он там какой-то генералиссимус да но при этом находится в сумасшедшем доме почему потому что это всего лишь все в его фантазия когда это все в его мечтах на это вот если одним словом так и чисто с любовью и шутя вот так в принципе по четверке кубков человек такой достаточно стабильный комфортными мягкие мягкие у вас приятная такая энергия обволакивающая где-то может быть убаюкивающая такая достаточно сладкая приятная и как человек вы можете почему-то мне здесь найти идет такая хрупкая кожа тонкая может быть белая слишком знаете как очень нежная нежная и с другой стороны вот почему-то золотые волосы вот не идут на какие такие золотые волосы и цвет почему-то идет бирюзовый какой-то бирюзовый морской волны вот что-то такое связанное с морем хотя и с темными волосами но не кастановая здесь брюнет и ладно неважно но просто у меня такие образы пошли что еще вы за человек человек такой знаете тревожный но с другой стороны вот расслабленные такое ощущение что вот ваша походка она такая достаточно мягкого ли вы не идете вы плывете ощущение того что вот вы плывете лебединая походка такая вся от бедра если вы девушка вот а если мужчина ощущение того что вот ваших разговорах знаете начинаешь говорить вот меня такая энергия я засыпаю если в первой позиции там была другая энергия такая теплая и поток на донесение информации да на разговор то здесь вот такая энергия что вы знаете я засыпаю такая уполагивающая расслабляющая хочется спать может быть вы говорите и так знаете характерная черта ваша в разговорах может быть у некоторых женщин тоже такое есть но может быть у мужчин что начинаешь говорить и забыл вообще о чем говорил это один момент другой момент начинаешь с одного и его до беседе как-то она перекатывается во что-то другое вроде бы начинали там ну я не знаю о погоде работе как дела потом значит как-то семью затронули потом как-то в эзотерику перешли а потом в историю и политику то есть блин где семья где политика как вот как-то так да либо в разговорах вы можете уводить людей от здесь не манимуляция вот вы как-то уводите от основной темы к вам может прийти человек с как с какой-то своей я не знаю с какой-то своей темы и вот он вам вроде бы говорит для того чтобы получить какой-то ответ а вы его как-то заговариваете вот мне идет здесь такое знаете вот не то чтобы обман а вот как-то заговорил за уболтал вот уболтал вот это такая тема знаете очень хорошо она в продажах да то есть если вы работаете в продажах у вас будет прекрасные продажи почему потому что уболтал да то есть пошел допустим либо пошла сама какой-то магазин да там покупать что-то и как-то разговорились продавцом с продавщицей и вместо того чтобы она вам продавала свой либо он продавал свой товар вы продаете то что есть у вас к здесь очень интересный момент что касается это четверки кубков что касается рыцаря мечей то здесь королете николе точку ли знаете здесь этот как редиска летающие изображены за почему не такая ассоциация желтые красные редиски редиски вот человек здесь значит это кукла воюет с редисками вот такой знаете очень веселый очень веселый позитивный человек который улыбается шутит как-то вот веселит с вами хорошо приятно хотя это вот не ваша природа а ваша природа на к я такая сменчивая очень как погода переменчивая но здесь вот как будто бы для других людей вы вас видят такого позитивного человека уболтал почему-то мне идет опять таки вот это уболтал человек которым знаете вот как будто бы вам скучно бывает самим собой и вы начинаете себя придумывать какие-то занятия какие-то вот дела на что вот вам что-то надо такое ощущение что вот вы по жизни идете без какой-то особой цели но при этом создаете себе сами как трудности так и позитивное что-то такое вот это бывает тогда когда вам становится скучно самим собой на такое правда бывает не всегда потому что в большей степени вам интересно быть наедине ну то есть вы не тот человек который будет убегать вот вам хорошо самим собой но вот когда вот вам жизни не хватает каких-то красок вам становится скучно вы начинаете себе что-то придумал так вот это ваша такая личность давайте посмотрим в чем ваша ценность а потом знаете ли они на вот в чем ваша ценность а вот это вот карта будет знаете ли вы они нет вы и не знаете сразу скажу о своей ценности вот вы даже и не понимаете ее и ну не занимаетесь этим то есть вам как будто бы и не до этого то есть понимание того что он насколько я там значим важен для других людей да что там вы об этом как-то вот не думаете вот у вас есть одно такое понимание что моя ценность она связана с духовностью все все остальное вот как будто бы не имеет для вас значения а в чем ваша настоящая ценность по аркану справедливости да то есть человек который по своей природе такой достаточно справедливый и человек который любит говорить правду принципе вы не носите розовых очков до сказать что вы не отдаете себе отчет того как вы проживаете но вот здесь у меня немножечко такая знаете не состыковка в плане того как вы себя транслируете и токеном являетесь на самом деле то есть по аркану справедливости есть такая достаточно серьезная личность должна быть психические и психологически зрелая до понимающая осознающая знающие ведущие очень многое вот но вы у меня считываетесь больше как к ребенок и вот здесь вот эта взрослая позиция зрелая и детская ребяческая она у меня как-то не совсем состыковывается поэтому возможно таким вы являетесь это как вас видят люди здесь будет разногласия потому что по аркану справедливости все-таки вас видят ваша ценность балансе до умения быть гармония умение знаете смотреть на вещи разносторонние до под разным углом и только после этого принимать какое-то верное решение то есть вы тот человек который можете послушать разные мнения прежде чем примите одно конкретное для себя но все равно вот мне идет какая-то несостыковка почему не идет это не знаю несостыков так спрашивать почему не идет несостыковка в вода и тройка кубков краски а то что я говорила аркан легкости не вот и потому что несостыков и в чем заключается в том что вы у меня кубковая личность а по такая мягкая мягкая гармоничная вот а ценность ваша она такая достаточно мечевая холодная то есть где вода мягкость теплота и где такая жесткость и металл какой-то вот внутренние внутренние стержень и но вот совсем совсем не про это безусловно это не говорит о том что вы не можете быть таким человеком будете только при в каких-то особых ситуациях когда вы как говорится свое сердце замораживая сюда когда вода превращается в лед тогда она может резать то есть когда вы не эмоционируете до велика вероятность что вы становитесь по аркану справедливости как раз ки вот таким человеком правдивым достаточно серьезным человеком взрослым вот но такое вот хочется сказать что бывает крайне редко в каких-то особых моментах когда знаете жизнь как будто бы сама вынуждает вас быть таким человеком в чем еще ваша ценность ну вот опять-таки великий аркан выпадает колесницы в чем вашим ваша ценность вот умение знаете видеть дуальность дуальность мира умение управлять ваша ценность как раз таки и заключается в в лавировании до в достижении своего пути но не напрямую а вот знаете как то здесь улыбнулся тому где-то там подмигнул третьему хочется сказать какие-то подарочки сделал до подкатил как-то так очень мягко для того чтобы получить то есть когда вы ставите себе действительно цель вы можете ее добиваться но не напрямую таким знаете очень мягким комфортным путем вот здесь вот да у меня идет согласие потому что вот вашу вот это вот мягкость такая знаете вот обволакивающий да она помогает вам достигать вам не нужно от нее избавляться вы можете достигать своих целей мягким путем да хочется сказать вот как-то вот по-женски да обтекая углы либо вот какой-то своей настойчивостью вы сможете пробить дырку в любом камне вот но в чем еще ваша ценность в том когда вы двигаетесь когда вы совершаете какой-то прорыв но по четверке кубков изначально вы как будто бы и не очень-то и хотите этого да я не знаю что вас здесь может заставить как говорится встать своего места здесь даже мотивация это вот эти вот все тайм какие-то по времени на выстраивание планов и все такое вот у вас это не работает у вас какая-то с какой-то свое понятие достижение цели движения по жизни вас может очень хорошо замотивировать какие-то знаки да то есть вот вы можете например сказать себе в планировании что вот если я увижу вот этот знак да то да окей тогда я встану и пойду делать то что мне необходимо вот и вот такая вот игра да и вы начинаете замечать знаки символы вот это вот вас очень может замотивировать вот для вас прямо это подъем такой кайф ой я точно я увидела это знак свыше да это вот прям вот про меня там я не знаю вот это вот там я увидела там подсолнухи либо одуванчики о это знак свыше солнышко да что вот у меня энергия будет и это принесет к деньгам и вот это вот вас будет мотивировать а так вот это вот планирование это вот не совсем ваше так давайте теперь посмотрим верите ли вы в себя на ценность вашу мы увидели в чем верите ли вы в себя аркан повешенного нет конечно и король коков нет вы не верите себя вы не верите себя почему потому что по аркану повешенному да вы и вот смотрите здесь ваша сильная сторона как раз таки связаны с тем что вы можете разносторонне как я уже говорила по суду разносторонние смотреть на 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 вещи вы можете вот в этом ваше сильное преимущество перед другими вы можете смотреть на жизнь иначе по-другому вы можете видеть те те вещи как прямом так в переносном смысле которые не видят другие люди вот в этом хочется сказать ваша сила вашей мягкости и разносторонности многогранности многогранность как суждение да то есть вы тот человек который можете например принимать разные точки зрения да вам будет комфортно в любой культуре в любой религии в любой с людьми любой национальности вы вы будете себя ощущать комфортно не важно там с чукчи вы будете разговаривать либо там с китайцами либо с финнами вам все по барабану вы везде будете чувствовать себя хорошо потому что вы все как будто бы это знаете как такой алмаз многогранный отражаете то есть вам это комфортно но вот это вот ограниченность ваша чтобы четверки кубков что по повешенному как-то вот нравится вам себя чего-то лишать мязи как-то когда-то я увидела в тик токе бузову которая говорила о том что мне мне нравится чувство голода конечно же и и вы смеяли но если посмотреть глубоко в эту фразу то вот у вас примерно то же самое да то есть вам нравится это чувство голода чувство недостатка то есть когда мы голодны есть вот это вот ощущение какой-то легкости и возможности двигаться да потому что когда мы так или иначе едим опитаемся мы все не совсем корректно у нас происходит некое такое отягощение да то есть по сути еда должна давать нам энергию мы должны ощущать себя легко а мы ощущаем себя наоборот грозными после еды редко кто встанет и побежит что-то делать продолжать дальше двигаться вот показать и того что мы все неправильно питаемся но вот вот это вот ваше ощущение лишение чего-либо она придает вам какой-то вот знаете какая-то ваша мотивация вот лишить себя чего-то я не знаю когда вы лишаете себя например сна примеру да не 8 часов спите опять вот вам надо быстро проект какой-то сдать и вот вы лишаете себя сна и вот вы как-то работаете плодотворно да то есть вам это приносит как не на постоянной основе а вот здесь вы какие-то такие моменты здесь все по ситуации идет здесь нет как-то вот общее каких-то правил но вот вам вот это вот нравится вот это вот чувство чувство голода как я не знаю как эмоционального голод физический голод ментальный вот он вам как будто бы идет во благо вот эти вот ограничения какие-то рамки да они они вас как-то подстегивают они вас мотивирует что-либо делать до либо к чему-либо прийти поэтому вот в этом вот ваша сила верите ли вы в себя но вы достаточно такой знаете не то чтобы религиозный человек хотя здесь такой тоже может быть но вы очень верующие могу сказать человек а вот в себя почему-то вы не верите да вы вы считаете себя намного слабее чем вы есть вот хочется так сказать хотя я вас вижу очень выносливым человеком таким знаете достаточно поджаром даже не совсем поджаром а вот сухим здесь такое знаете тело сложения склонно больше не то чтобы куда бе но вот такое тело худое здесь не неполным почему-то нам не идет жилистая независимо того мужчина вы или женщина может быть молодости да если сейчас поправились молодости были такой знаете достаточно жилистый человек а вот не 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 про то чтобы спортивный не спортив здесь не про это а здесь вот про то что вам так легче передвигаться вы очень на себе чувствуете когда набираете вес хотя бы 1-2 килограмма вам это очень тяжело переносится вами и вот вы в себя как-то не очень верите здесь здесь могут быть вот какие-то знаете переживания что ли ну любите конечно же поиграть немножечко в жертву я так найти поплавка цветку бедный несчастный но вот в этом вы находите какой-то свой кайф какое-то свое удовольствие то есть с одной стороны здесь все зависит от вас кем вообще а если вы например общаетесь с каким-то одной категорию людей да и вам хочется вот так вот поплакаться попереживать да и воспринимает вас понимает вы какое-то получаете внутреннее самоутверждение что ли а с другой стороны есть другая категория людей с которыми вы как будто бы можете поплакаться так поныть и то есть они могут вот эту вот вашу слабость как-то вас замотивировать ну допустим можете сказать да у меня сейчас трудный период нету денег все такое не и это человек может вам сказать и что и что ты теперь будешь делать да давай я тебе дам как-то вот я не знаю в долг и все такое это вот его может вас как-то задеть за ваше самолюбие вы скажете нет я сам заработаю да я сам найду выход и вы идете и ищите выход ну вот как-то вот так а здесь все по обстоятельствам да все зависит от того с кем вы разговариваете поэтому верите ли вы себя да нет нет вы чувствуете себя намного слабее чем вы есть на самом деле здесь такое ощущение что вы себя воспринимаете как маленькая веточка сорванная с деревом а на самом деле вы такой знаете топ или либо какой-то такой дуб что фиг вас вас таком выкорчевывать можно до сломать вас невозможно вот здесь что-то такое и вот то что вы себя не верите в этом и есть ваша сила как то то есть пока вы знаете ощущение того чтобы как если бы вы себя верили вы бы ничего не делали а вот из-за того что вы не верите вы какой-то бы это заставляет вас что-то искать это как-то вот вас мотивирует на на движение на на действие знаете противоречивая позиция но интересно так переходим с вами позиции номер три зелененькому камешку троечки сначала мы посмотрим вас так есть там прервется смонтируем так что вы из-за человек девятка педагли пятерка кубков что вы из-за человек ну вообще хочется сказать знаете такой некий кайфажер вы человек который по сути своей все есть вот как бы странно это не казалось да есть люди которые если находятся наедине с собой его честно без самообмана хочется сказать будет разговаривать собой то они в принципе могут сказать что да у меня все есть да я могу считать себя счастливым человеком то есть в принципе у вас все есть здесь опять-таки вот все что касается все это чисто субъективное да потому что здесь кто-то может сказать что вот мне не хватает денег либо там еще что-то но вы по крайней мере не тот человек который бедствует сюда вы не живете на улице вы не сводите конце с концами то есть чисто теоретически у вас все все есть второй вопрос удовлетворены ли вы этим или нет нет здесь вы не удовлетворены и не удовлетворены вы здесь по той причине что вы всегда выбираете не то что вам нужно не такой знаете вот интересный аспект по потенциалу девятки пендагли человека такого достаточно уникального по своему найти как вишенка на тортике да неповторимый человек уникальный с вот человек который выделяется на фоне многих человек который знаете вы и сами по себе да вот как холостяк можете прекрасно жить и уживаться и с другой стороны можете при необходимости взаимодействовать с другими людьми но в принципе вы не идете таким человеком достаточно закрытым вот не не очень-то любящим открываться до отшельники обычно у меня единицы были теперь мне значит тройки у меня здесь такой человек больше отшельник ну вам кайфово самим собой поэтому я сказала вы люди кайфажеры не те которые лентяй а люди которые умеют наслаждаться жизнью люди которые умеют зарабатывать причем да все таки девятка пендаглий какое-то летающее существо залетела но вот здесь такое ощущение что вот вам становится скучно от вашего изобилия от того что вы умеете от того что вы имеете либо можете иметь вот вы начинаете себе придумать вот у вас такой сценарий вы начинаете себе придумать вот тот пятерку кубков выбираете то что вам изначально не подходит и вы прям очень уверены в том что нет это моё например вы будете выбирать партнера с которым знаете изначально осознанно вы знаете что он вам не подходит но вот какое-то может быть свое уверование в того в то что вот я как-то могу повлиять на этого человека и он изменит свою жизнь да здесь вот какие-то вот может быть отношения такие да вы заводите либо отношения с человеком на расстоянии либо изначально знаю что с этим человеком построить семью невозможно но вы почему-то именно в этом человеке видите что-то родственное вам да что-то схожее с вами то есть со стороны люди могут говорить что нет этот человек тебе не подходит ну например там другой религия к примеру да либо вы разговариваете на разных языках и казалось бы ну на разных и раз как разговариваете разный менталитет вы не подходите да потому что нереально быть вместе когда люди по-другому устроены ну то есть вы абсолютно разный вот но все равно вот в этой разности вы умеете находить какое-то единение и вы и выбираете таких людей для себя либо какие-то ситуации либо какую-то профессию какую-то одежду местная может быть какая-то одежда такая достаточно яркая не совсем ну несуразная но например если женщина это там выбирает например бога казалось бы да что-то такое непонятное что такое абстрактное бесформенное но блин вам в этом кайфово да вам может быть там есть по возрасту по фигуре там еще что-то по каким-то причинам не подходит такой стиль но он вас устраивает он вас удовлетворяет вы его берете и носит потому что вам комфортно в этом а выбираете вы то что вам не совсем как говорится подходит по причине того что вы как будто бы себе не позволяете вот этого вот вот это вот части вот этой целостности девятки пентаклей которые есть внутри вас да то есть вам как будто бы периодически нужно вот это вот ощущение того что я недостаточно ну то есть мне чего-то не хватает мне не хватает чего-то для счастья мне не хватает чего-то для финансового благополучия там ну чего-то не хватает вот это вот чего-то не хватает потому что вы в это верите вы и в соответствии с этим убеждением выбираете то что вам не совсем подходит потому что если вы выбирали то что вам подходит тогда было было десятка а вы как будто бы не хотите этой десятки потому что вот именно в том что не состыковка в том что вы не доходите до десятки в этом есть для вас какой-то смысл смысл роста может быть смысл развития смысла какого-то внутреннего удовлетворения вот это внутренняя не покрытая ваша потребность она является вторичной выгодой поэтому вы не выбираете то что вот прям очень-очень созвучно вам то чтобы вас знаете вы как будто бы дополнила то что привело бы вас какому-то совершенству да вот всегда вы будете оставлять какое-то окошко да то что чтобы не дать его до этой десятки и при этом будете получать удовольствие наслаждение вот в этих каких-то страданиях да то есть так вообще удивительно с одной стороны я страдаю потому что я нашел любовь и там я не знаю это человек элементарно разница возрасте и я понимаю что ну ну не получится у нас союза но я кайфую от того что у нас не получается да то есть вот в этом каком-то страдании вы находите удовлетворение вот здесь и какая-то такая личность причем вы это можете сделать ну не только в межличностных отношениях да как я уже сказала это может быть вообще и вашей философии то есть вы будете выбирать например я не знаю изучать иностранные языки которые не совсем вам подходят но например если вам например ближе было бы там не знаю английский либо какой-нибудь европейский язык вы будете выбирать какой-нибудь там суахили либо какой-то там я не знаю финский там где черт ногу сломать вот какие-то такие казалось бы вот вам по по вашей по вашему менталитету было бы ближе вот это а вы будете выбирать прям вот что-то другое особенно если у женщины знаете как это выражает ну вот вам проще было бы например носить обувь на на маленьком каблучке а вот вы вот нет не хочу я маленький каблук я хочу шпильку причем не просто шпильку а 12 сантиметров ну блин ноги болят а устаешь понимаешь что это вот это вот на какое-то время да как говорится вышел села в машину приехал в нужное место то пошел два шага сел опять за стол посидел и обратно вернулся нет а вы будете выбирать допустим вам надо на работу вы понимаете там будете стоять восемь часов на ногах и ноги потом будут болеть но нет я вот эту шпильку выберу то есть я буду мучиться да я буду красивый вот но я все равно это сделал здесь как-то такой такой аспект вы как будто бы не даете себе расплавиться да вот в этом есть смысл для вас хорошо это вот ваше описание как я говорила по предыдущим позициям да здесь вот у меня сегодня такой поток прямо такой благостный благостный прямо могу много-много чего говорить иногда такого потока не бывает а сегодня прям вот он такой классный клевый кто здесь любит красные шпильки признавайтесь красный что такой красный либо красные брючки такие прямо вот на вашей фигурке очень хорошо смотрится либо красные туфельки либо платки какие-то такие красные что красным здесь активность такая яркость страстной заметьте меня в чем ваша ценность в чем ваша ценность ваша ценность тоже в дуальности также как у двоек до может быть двойки в тройку здесь пришли посмотреть тоже но здесь в дуальности знаете в умении держать этот баланс да то есть вот здесь вот ваша ценность заключается в том что вы умеете соединять противоположности вы вот то что я говорила ранее да выбираете то что вам не соответствует вот ваше умение ваш навык соединять то что на первый взгляд не соединяем а если вы например работаете дизайнером да и вот это касается как-то цветов либо имидж мейкером да то есть вы вот как-то умеете очень красиво сочетать цвета и полутона где прям очень гармонично да то есть на первый взгляд может быть казалось там оранжевые и синие ну вот вообще никак не сочетается да там либо оранжевый зеленый но вы это умеете так хорошо подбирать особенно если это касается одежды прям либо вот какая-то такая цветовая гамма что-то вы делаете в чем-то с дизайнером либо там я не знаю интерьер квартиры соединяете то что он либо какие-то стили да может быть там готику соединяете с чем-то с каким-нибудь минимализмом да вот прям здесь вот вообще то что не связано вот в этом ваша сила вот в этом ваша ценность также вы умеете увидеть в людях знаете если это с этим связано ваша профессия какие-то два качества соединить их и подать новую либо профессию человеку либо новую какую-то возможность которую либо идею которую может реализовать и она выстрелит вот здесь вот с этим тоже связано как-то вы умеете сводить людей тоже очень такой интересный момент так знаете как свах ознакомит людей которые вот при других обстоятельствах никогда бы не познакомились а вот через вас они как как будто умеет вы умеете соединять а вот все что связано со соединение склеивать можете что-то да то есть какие-то поделки делать там я не знаю калаш что-то с бусинками бисером да что-то вот мне идет бисером либо вышиваете либо какие-то украшения делаете бисером то я вижу иголку и бусинки какие-то да что-то приклеиваете на стеклянную поверхность такое тоже может быть но в общем делаете к что-то такое что на первый взгляд не не соединяются умеете держать баланс вот умеете удержать баланс в чем луна в страхах да вот именно как раз таки с бессознательным тоже кто-то здесь умеет работать умеете примерять людей да то есть вот если кто-то поссорился вот вы умеете соединять людей чтобы они вот приходили как как не хотите сказать как третейский судья здесь тоже можете проходить как человек который умеет соединять вкус людей вот если вы работаете например в туризме тоже знаете к вам приходит клиент не рассказывает о своих вкусах а вы ему предлагаете вот туда съезде вот туда съезде да то есть вот как-то соединяет его разные вкусовые качества и указываете на путь на на нужный необходимый путь знаете зависла и что хочу сказать про интуиции не могу нащупать о чем здесь как-то это связано что то здесь с интуиции с водой вода интуиции что-то здесь такое о чем здесь мне хотел сказать вода цветы вода поливает вода поливает землю ваши деньги они завязаны на эмоциях на эмоциональном плане вот обратите внимание вашу жизнь приходят деньги тогда когда вы спокойны либо тогда когда вы находитесь какой-то движухи да я вот что-то такое организовываете когда есть хочется сказать кипиш я я за любой кипиш главное чтобы он не приносил деньги вот здесь вот такое есть такое присущего в чем еще ваша ценность в умеренность вот я посмотрите здесь все карты говорят как раз таки про про баланс в умение знаете как-то вот оживлять если вы занимаетесь цветами здесь ощущение того что в ваших руках цветы могут приносить вам люди какие-то нож в горшках сухие и вы как будто бы оживляется то есть вы знаете как там пересадить как удобрения добавить как полить вот ваших руках все цветет вы умеете оживлять да особенно если вы там работаете в огороде на грядках вот вы как будто бы казалось бы ой забыла полить все такое там какие-то помидорчики когда помидорчиками занимается и вот полили либо ягодами полили и она вот сразу стала оказалось было вот прям уже безвыходное что засохло растение вот у вас такое есть вы то же самое здесь и с людьми вы умеете оживлять их ожива оживление здесь происходит исцеление но здесь по профессиям ясное дело что вы вы хороший целитель здесь могут проходить прям люди которые занимаются иглоукалыванием массажами все такое вы то что дает жизнь на и баланс вот обращайте внимание все что ваша ценность в балансе ваша ценность гармонии это к может быть как только вы являетесь таким человеком либо вы являетесь для других людей таким человеком который может их с гармонизировать может их сбалансировать особенно если знаете вы например занимаете вы парикмахер работаете с волосами вы не занимаетесь стрижками вы занимаетесь как это называется эмилированием то есть с окрасом по окрасу волос у меня такие вот красивые цвета умеете подбирать прям двухцветный какой такой один переходит в другое вот здесь что-то такое с волосами ваша ваша ценность именно в балансе в умении с гармонизировать сбалансировать уравновесить выровнять верите ли вы в себя знаете я скажу так вы учитесь вы сейчас улечитесь после какого-то такого этапа очень важного значимого после какой-то переоценки либо вы работаете над этим вот из всех трех позиций вы только вы хочется сказать являетесь таким человеком которые действительно учатся сейчас любить и ценить себя и человек который учится верить в себя вы сейчас находитесь на этапе некого такого перерождения наверное вот поэтому вот это вот ценность гармонии до для вас важна то есть вы как будто бы поняли дуальность до двойственность мира каких-то вещей в жизни вы уловили эту этот смысл и вы сейчас как будто бы вот поняв дат дуальность мира двойственность вы на данный момент как будто вы находите сейчас свой путь вот эту золотую середину и она как раз таки дает вам вот это вот понимание веры себя да причем вы делаете это уже достаточно уверенно и ну так знаете играючи я бы сказала позитивного уже идете в новое здесь что-то вы поняли для себя что-то вот какую-то истину открыли для себя ощущение того что я как мы говорим да я поняла я я понял какой-то принцип как устроена жизнь как устроена что-то какой-то принципов для себя открыли вы его поняли вы его осознали как что-то какая-то система устроена и вы теперь вот благодаря этому начали как-то вот больше себя ценить у вас начинает больше получаться и вот это вот больше то что получается это приносит вам веру в себя вы начинаете верить себя больше по причине того что у вас стало получаться а стало получаться потому что вы что-то поняли как-то вот увидели как это устроено какой-то вот принцип ну как-то так как-то так на этом я с вами прощаюсь хочу вам пожелать всего самого наилучшего встретимся с вами в пятницу на июльском прогнозе до что нас будет ожидать в июле прощаюсь с вами совсем всем пока пока